благословен господь братья и сестры наш бог слава богу я так слушаю проповеди братьев и ну и все об одном все об одном и я буду о том же написано что господь это послание к римлянам 15 глава там написано чтобы мы терпением и утешением из писаний сохраняли надежду что все что написано было нам написано в наставление чтобы мы терпением и утешением из писаний сохраняли надежду и так что брат проповедовал про неймана и раньше брать вспоминал и перед этим брат вспоминал что благословен Господь, который не отверг молитвы моей. Слава Богу за то, что Бог не отвергает молитвы. Он сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Только если человек приходит к Богу. Когда понимает, что ему больше уже никому идти. Везде уже был как та женщина, которая 12 лет страдала. И все имение свое потратила на врачей. И ни одного, ни от одного пользы не получила. И пошла к Иисусу в конце концов. Слава Богу! Смотрите, исцеление человека, ну оно есть. У Бога оно есть. И порой незначительного не хватает только прийти к Иисусу и получить Его. Я благодарю Бога, только что, ну так, брат проповедовал про Неймана. И я обратил внимание на один текст. Это же 4 книга царств. Пятая глава. Здесь написано. Тринадцатый стих. И подошли рабы Его. Не, в начале, давайте, двенадцатый, конец двенадцатого стиха написано. И оборотился и удалился в гневе. Нейман. У него была нужда. Он был отличный, отличный воин. Через него Бог дал победу сирианам. Какая замечательная, ну, история жизни. Отличный человек, отличный воин. Через него Бог победы дает. Как замечательно это знать. Как замечательно быть таким человеком. И дальше запятая. Но прокаженный был. И ну, вот вся причина его горести, вины, печали в жизни. То, что удручало его не один день. И Бог начал стучаться в жизнь Неймана через маленькую девочку. Начал говорить Евангелие. И он поверил. Поверил. И вот дела веры. Он взял, собрал, пошел к царю, пошел, взял своих воинов, взял своих подчиненных. Пошли. А царя, ну, царь дал добро. И пошли дальше в Израиль искать пророка. Пришли к царю, тут царь ничего не знает. Но говорит, да, идите к Елисею. И к Елисею пришли. И казалось, ну, все склоняется на путь исцеления. И вдруг написано, он, когда услышал предложение Елисея, он оборотился во гневе и ушел, удалился. И можно сказать, все, постав крест на своем исцелении Нейман. Но как милости в наш Бог, братья и сестры, который посылает в нашу жизнь людей, которые помогают нам поверить. Еще чуть-чуть, еще немного, но нашу веру укрепляют. И укрепляют настолько, что нам хватает этой веры, чтобы получить то, что Бог вот уже держит в своей руке для тебя. И держал Господь в своей руке свое исцеление для Неймана. Но его сердце было неправо перед Богом, и он ушел и удалился, обратился и во гневе удалился, не хотел ничего. И написано, подошли рабы его и говорили ему, и сказали, Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал, тебе только омойся и будешь чист. Слава Богу. Вот появляются в нашей жизни люди, которые говорят, ну вот Господь, написано, Иисус, написано, заповеди его не тяжки. Господь сказал, что заповеди его не тяжки. Иисус сказал, брат там читал, придите ко мне, и дальше там написано, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. И написано, иго мое благо, бремя мое легко. Тебе только поверить нужно. 16 глава Евангелия от Иоанна, 8-9 стихи. Дух Святой придет и обличит мир о грехе. И дальше там написано, о грехе, о каком, что не веруют в Меня. Бог обращает наше внимание. сегодня все проповеди склоняются к тому, чтобы мы веровали в Иисуса, чтобы мы доверяли Ему. Наши дела, они будут свидетельствовать о том, веруем ли мы Господу или нет. И пускай нам Бог поможет еще немного укрепиться в вере и ожидать от Господа. Еще чуть-чуть. сегодня я хочу говорить к тем, которые, ну, возможно, опечалены. Опечалены. И опечалены написано, ну, есть разные печали, есть разные скорби. Может быть, скорбь о себе, может быть, скорбь, ну, человек там, чего-то у него не хватает. Я так размышлял, думаю, ну, есть разные скорби. Может быть, человек богатый и он садится там в свой дорогой автомобиль или там, ну, есть автомобили не только Жигули, которые можно за тысячу долларов купить, но есть автомобили, которые и за сто тысяч долларов не купишь. И вот в такой автомобиль за сто тысяч человек садится и вдруг не работает кондиционер. И он опечалился. Но есть человек, который печалится о том, что у него нет хлеба на сегодня. И эти печали разные. И я сейчас хочу говорить о духовных печалях. Когда человек опечален, опечален ради Бога, Бог сегодня желает утешать таких людей. Слава Богу! Книга пророка Исаии 54 Слово Божье звучит и написано с первого стиха. Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи немучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Порой нам Слово Божье кажется, ну, как это сказать, хочу правильно выразиться, ну, кажется глупым, если смотреть с человеческой точки зрения. Вот как, ну, человек пришел в синагогу и у него сухая рука, а Иисус там находится и зовет этого человека, говорит, встань, выступи на середину, и он выступает. Внимание всех обращается на этого человека. Иисус ему, имеющему сухую руку, говорит, протяни руку твою. И если бы этот человек в то время мыслил так, как мыслят люди этого мира, которые не доверяют Господу, он бы сказал, ну, как, ты же видишь Иисус, я не могу, она у меня сухая. И только те, которые способны в этот момент немного довериться Господу, еще чуть-чуть, но довериться и начать что-то предпринимать по Слову Божьему, которое прозвучало в их жизни. И он протянул руку свою, слава Богу. Спускают еще одного через крышу, через кровлю дома, прокопали, спустили, и он говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди. Человеку, который не верит Богу, это кажется глупым, это кажется неправильным, более того, кажется насмешливым со стороны Бога. Но человеку, который доверяет Господу, это ему хватает, чтобы начать действовать, слава Богу. И здесь слово было к неплодной, к неплодной женщине, возвеселись, воскликни и возгласи. О чем? А Господь говорит, потому что по моему слову у тебя гораздо более детей будет. И Бог любит делать эту славу в жизни людей, когда люди доверяют ему еще, доверяют ему больше, начинают надеяться на Господа, а не на то, что видят своими глазами. И здесь написано, распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои. Я замечаю, как Дух Святой этими словами буквально следит за каждой мыслью, находящейся в сердце человека. Человек себя удручает, человек себя стесняет, человек прячет себя от других людей, но Господь говорит, распространи место шатра твоего, и не стесняйся, пусти длинные верви твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами, и населит опустошенные города, не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь поругании, ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь больше вспоминать о бесславии вдовства твоего, слава Господу. Братья и сестры, женщина, вдова, женщина себя видела только бесславной и в своей юности несла посрамление. Как тяжело находиться в этом состоянии человеку, как тяжело быть порой, ну, я не знаю, у нас Довую Церковь есть, я знаю, но как тяжело, как тяжело порой этим людям, как тяжело, когда это как иго, как ярмо тяготеет на тебе, и ты порой даже сам себе можешь еще более сам себя в худшее состояние заводить, нежели каково оно есть. И Господь работает, Господь работает с нашим сердцем и учит нас доверять Ему. И вот Слово Божие провозглашенное в жизнь, и дальше написано, ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя Ему, и Искупитель твой Святой Израилев, Богом всей земли назовется Он, ибо как жену оставленную скорбящую духом призывает и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя, в жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь, ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут на землю, более на землю, так поклялся не гневаться на тебя, и не укорять тебя, горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь, Аллилуйя, так Бог обещает для тех, которые приняли решение в своей жизни надеяться на Господа, мне этот текст знаете, так в сердце сегодня звучит, как мы написано не имели надежды в мире и были безбожники, мы не имели надежды и потому были безбожники, жили как сами хотели, у нас не было Бога, который бы давал нам свои заповеди, который бы утешал нас, который бы вдохновлял нас верить, слава Богу, и я хочу сказать, слава Богу за тех людей, которые подобно рабам Неймана послужили нам в жизни, и этого хватило, чтобы они свой вклад сделали, чуть-чуть, маленький, но чтобы этого хватило, чтобы нам принять свое исцеление от Господа, принять свое спасение от Бога, слава Господу, и дальше я хочу читать о славе Божьей в жизни людей, Исайя 61, глава, здесь написано пророчество, которое было о Иисусе Христе и дальше Иисусу в 4 главе Луки, если не ошибаюсь, Он его повторяет в своей жизни, но примем это сегодня как Слово Божье для нас, написано с 1 стиха «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем и проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо плать пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда и назовут их сильными правдою насаждением Господа во славу Его. Как написано, как замечательно Слово Божье вдохновляет людей. И здесь написано о сетующих. Ну, я так размышляю, Господи, что-то неудобовразумительное. Ну, как так? Ну, ты сетующих собираешься утешать. И тем более всех сетующих. Но, как Иаков пишет, пятая глава послания Иакова, не сетуйте, братья мои возлюбленные, не сетуйте. Ну, тут Иаков запрещает сетовать, а здесь написано, что сетующих будут утешать. И Господь Бог сам будет утешать. Я уже говорил в начале, что есть разного рода сетования. И в книге Плач и Ремии там написано, зачем сетует всякий человек живущий. Зачем? Бог никогда не одобряет, когда человек ропщет на свою судьбу, более того, ропщет на Господа. И здесь Господь утешает всех сетующих, но тех, которым дается наставление в Плач и Ремии, там написано, всякий сетуй на грехи свои. И когда мы на грехи свои начинаем сетовать, когда мы устаем, и здесь написано, исцелять сокрушенных сердцем Господь был помазан, то наши сердца сокрушаются от того, как мы были неправы перед Господом, как порой наши запятненные одежды томили нас. Я буду дальше читать об этих одеждах. И когда мы в таких размышлениях, Господь был помазан и Дух Божий на то, чтобы действовать в жизни людей и исцелять таковых, и здесь написано, что сетующим на Сионе, что они хотя и сетуют, но остаются на Сионе, у них сетование правильное, они обеспокоены своим положением перед Богом, а не тем, как Бог действует в жизни. И на этом наше внимание хотел сконцентрировать, что вместо пепла дается украшение. Мы сегодня, братья и сестры, выбираем, с чем будем стоять перед Господом. Или в руках своих держать пепел, или на нас будет украшение. Вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. И это желает Бог делать в жизни людей. И последний текст книга Захарии, 3 глава. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». И вот мы себе такую ситуацию представляем перед ангелом Господнем. Стоит Иисус Великий Иерей и сатана, который противодействует. И довольно печальная ситуация. Дальше мы читаем, но Господь говорит, «И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнутая из огня? Иисус же был одет в запятнанные одежды и стоял перед ангелом». Так хотелось бы, ну, человек Великий Иерей в присутствии Бога находится и есть сатана. И как бы порой хотелось свои одежды украсить, как хотелось бы иметь, ну, какие-то славные одежды. А вот на все, что способен человек, его одежды, мы говорим сейчас о праведности, остаются запятнанными, остаются. И так сам Исаия, пророк в своих пророческах говорит, что вся праведность наша, как запачканная одежда. И только человека, который надеется на Господа. Мы здесь не видим, чтобы Иисус, этот Великий Иерей, как-то, ну, сам оправдывался перед сатаной, сам что-то ему рассказывал, показывал какие-то свои праведные дела, он стоит и молчит и говорит только Господь за него. И когда мы полагаемся на то Слово Божие, которое, ну, Бог свидетельствует об избранных своих, и здесь сам Господь говорит, так говорит Господь, да запрети тебе Господь, избравший Иерусалим. Много, конечно, я сегодня говорю, ну, то, кому что нужно, тот себе возьмет свое, но я говорю сейчас о том, как велик Господь в жизни людей, как велико Его Слово, но мы величие Слова Божьего примем для себя, если будем надеяться на Господа, если будем веровать, еще немного, еще чуть-чуть, но продолжать доверять и надеяться на Господа. И здесь написано про Бога, что четвертый стих, который отвечал и сказал стоявшим перед Ним, снимите с Него запятнанные одежды, а Ему самому сказал, смотри, я снял с Тебя вину Твою и облекаю Тебя в одежды торжественные, и сказал, возложите на голову чистый кедар, и возложили чистый кедар на голову его, и облекли его в одежду, ангел же Господень стоял, и засвидетельствовал ангел Господень, и сказал Иисусу, так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой, и наблюдать за дворами моими, я дам тебе ходить между сими стоящими здесь, выслушай же Иисус, Иерей великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные, вот, я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом, на этом одном камне семь очей, вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день, слава Господу, и мы в преддверии великого торжества, Рождества Христова, о котором написано, что Он спасет людей своих от грехов их, но если Его люди будут Его людьми, а не сами своими, мы понимаем, о чем идет речь, когда мы покоряемся Господу, когда мы выбираем в своем сердце это решение, надеяться не на самих себя, надеяться не на свой жизненный опыт, но на Бога, мы становимся Его детьми, когда мы доверяем Ему всю свою жизнь, когда мы открываем перед Ним все свои потаенные сердечные мысли или желания, или печали, Бог готов делать для нас чудеса, пусть Бог благословит, рука Господа не отяготела и ухо Его не отяжелело на то, чтобы слышать, написано, Бог сегодня тот же самый и готов делать чудеса, готовы ли мы верить Его Слову, пусть Бог благословит и поможет, Аминь. Аминь.